хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя алексей потапов александрович год рождения какой 23 07 95 оттуда сам родом родился таганроге ростовской области я проживал краснодарский праве чербиновском районе поселок станицы новощербиновская гражданская жена отец мама нет сирота отец умер у меня в 16 году мать я свою не знаю бабушка меня опеку она умерла в тринадцатом году когда подписал контракт 26 августа 26 августа 22 года когда зашел украину но у нас завезли за изюм я не знаю мы ехали в тенту но изюма изюм это харьковская область меня вообще обещали то что я не попаду то есть у нас не будет прямых этот продовольствий будем доставлять такое то есть это получилось то что нас закинули этот ну то есть третье лина обороны вот такое то получилось то что на харьковое направление нас там разбили и когда девятого нас по сентября разбили ты я пошел пешком до границы можно до 6 декабря я шел у меня проблемы с коленом так что особо быстро я не шел с сентября по декабрь ты шел пешком и где взяли плен харьковской области а где приблизительно где-то шевченко там рядом а вот ну как бы ты в форме был шел нет у меня куртка то есть до штаны мне было берц мне были и штаны мне были и по дедам китик было а что кушал и так далее посадки что-то во воду бывало дочь пройдет то есть был бинт что попить там брал от это чтобы грязь не попадала а вот еще в сентябре яблоки были то есть где-то можно было какие-то ягоды вот только посадка как нас заброшенных позициях где-то осталось там сайру найдешь там тушенку там пашки тут так вот сухпай да да вот последний вот где меня взяли харьков там я около месяца то есть еще только листья начали опадать я туда это я не мог обойти там взрывали там взрывали то есть с утра до вечера было я не знал куда мне пойти то есть не там не пройти не там не пройти вот там были запасы то есть там все там пооставалось и сухпайки и таблетки чтобы там разжечь то есть там и одеяло там блиндаж был там я начал утром уходил в поле а вечером приходил переночивать и обратно ранение было нет нет у меня травма спортивная сейчас гражданки а вообще взяли пьян как вы купили что-то я и шел по дороге это вечером как раз люди тоже ездили по дрова вот я понимал то что не там как бы блиндаже все равно будут ходить что там что-то поставалась и вода там и конфеты даже ну все все что все что можно вот и я с поля выходил вечером то есть уже так и стемнело ветер был я и шел и сзади получается микроавтобус подъехал к козельке микроавтобус вот она ветер как бы было я не слышал вот у меня получается с собой брал одеяло рюкзак то есть что-то покушать на на день там этот шпрот и не шпрот и ушел по дороге то есть уже обратно блиндаж вот и сзади машина то есть я не слышал но с фонарями я еще вот остановился меня спросили кто ты такой я сказал то что так и так сказали проехать на проверку проедем со мной вот все у тебя стыка с местными не было никакого за эти два месяца почему ты как-то говорили то что поменьше как бы общаясь то есть с людьми да я и сам понимал то что не надо мало люди разные бывают там скажет там не знаю я и сторонился у меня к чему вопрос то есть ты понимал что местное население россиян не хочет и поэтому два месяца у тебя не было стыка за понимал то что не надо вообще как бы обращаться потому что но люди бывают все разные может кто-то не от него ну вот сейчас мы типа разговариваем да потому что там иногда российские солдаты говорят нет нам там давали покушать или что-то то есть ты осознанно не стыковался с местным населением с украинцами потому что понимал что ты для них враг правильно я понимаю но возможно да у меня в голове прям такое нету то что именно поэтому не надо к ним подходить обращаться так далее просто когда идешь до границы и я понимал то что мне даже но заходить какие-то станицы поселки так далее нету потому что там высову стоит и так далее то что они ездили все равно по полям и так далее а вот и как бы обращаться я не знаю кто что это за человек будет примерно на машине на я не знаю может это вы слова может не высок и я не подходил, даже не спрашивал. Сколько на контракт обещали платить? На контракте? Ну около 140. А это краткосрочно? Трехмесячно. У меня просто кредиты, поэтому я пошел на краткосрочно. А до этого чем занимался? Работал, по началу 16 года отец умер, месяц поработал дома на крышу и поехал в Москву. То есть там на стройке поработаешь, потом в магазине службы безопасности работал, но он закрылся. Работал в Ридскартон, в центре Москвы, это отель. Вот я там работал, но так как я работал не то что неофициально, надо книжку было предоставить, что ну отучиться на это вот, мне сократили. То есть с пандемией, вот людей сокращали, потому что зарплату оплатите как бы надо, вот и оставляли, которые с этим судостроен. Ну и на заправке, вот в последнее время на заправке работал. Кем? Заправщик. Ну как на заправщик пистолет. А образование есть? Средне специально. А специальность какая? Налодчик обратного оборудования. Девушка чем занимается? Ну гражданская жена. Девушка, но она работает по сфере спорта там. Конкретнее? Конкретнее. Она больше с бумагами возится там, договора вот такой вот. Сфера спорта это какое-то госучреждение или что? Ну что-то типа того. Это где? В Москве. В Москве, да? То есть и ты, и она были на заработках, да? Ну нет, она тоже это. Она москвичка сама, да? Да. А какая средняя заплата у тебя была в Москве? У меня? Да. Ну я получал вот 35 и минус 13 процентов, да, там 31. В рискантом, да, там нужно было подзаработать, но не всегда, опять же, там до 45 и уходил. Ну то есть я не от 30-35? Я там проработал месяц. Если бы не было, я бы там и остался бы, я работал, да, то есть мне не надо было и контролировать. Да, мне просто, аж говорю, кредит, вот именно микрозаймы, которые там проценты, да, то есть мне просто... А на что брал кредитом? Да, разное. За квартиру надо было заплатить, то я еще когда жил с хозяйкой, вот она болела. А вот получилось то, что она не работала, то есть она уже не этот... Я ей этот, то есть помог за квартиру, она говорила то, что ее бывшая муж типа отдаст мне, но так получилось то, что ни денег, ничего я не увидел. В смысле хозяйка? Ты как бы дал в долг хозяйке? Да, то есть я у нее... И взял кредит? Снимал я у нее комнату, вот. Я взял кредит, да, и за ней как бы еще плюс ухаживал. Вот. И так получилось, надо было платить за свет и за ее, потому что у нее тоже там долг был. Ну, мы с ней нормально, то есть общались, мы с ней на одной работе работали раньше, вот. Поэтому меня пригласил, говорит, Маша, не будешь комнату снимать, а что я нам бы поставил? Подожди, ты говоришь, что у тебя как бы гражданская жена, да? Да. Ты жил с хозяйкой. Ну, вы вместе жили? Мы вместе с гражданской женой не жили. Не жили? Мы просто встречались, да? Да. А сколько времени? Встречались? Да. Ну, около двух лет. А у нее какая заплата? Я таким образом не занимался у женщины, братья не этот. Она постарше меня, поэтому... Постарше ты на сколько? Можно? Я не буду на этот вопрос отвечать. Нет, просто интерес. Ну, вы знаете, как влюбивший возраст покорный, ну, больше сорока. Ей больше сорока, да? Тебе сколько? Мне двадцать семь. Вот. Больше сорока. Ну, в этом... А вы какое-то будущее там планировали или просто как бы встречание было? Да не было в голове что-то такое, но... Я об этом не разговариваю. Просто у нас отношения были очень хорошие. Мы за эти времена никогда не смотрели. Все, мы просто... Вот. И не хочется вот именно... Знаете, как говорится, это интимное, но личное жизнь. Я понимаю. Поэтому как-то не хочется это... Это моя вот именно эта семейная, да. Я... Они не хочу вот то, что это... Хорошо. Когда пришла идея, типа, идти... Ну, мне контракт подписать. Из... Ну, послушай, ну, то есть это... Леш, ну, это не насильно было. Ну, это понятно. Ты добровольно подписал. Когда пришла идея? Какая сумма вообще по этим микрокредитам была? Сколько мне кредит? Да. Ну, около меня... За двести где-то. За двести тысяч, да? Вот когда пришла идея, вот давай, короче, пойду, подзаработаю, на заработки в Украину. Ну, это было где-то, ну, в июле. Ну, в конце июля двадцать второго года. Ну, у меня начали то, что... Я работал уже на заправке. Угу. Угу. Уже много дней, этот... Две тысячи в день, там, за сутки, то есть суточный был график. Особо не этот. Поэтому надо было где-то и жить, и этот я... Жил у двоюродного брата. Угу. У него очень так в отношениях. Ну, то есть я понимал то, что я личный, у него своя семья, и... Я здесь лишний, то есть жить. Вот. И через знакомого, вот, у него там кто-то есть, он позвонил. И мне перезвонили, он говорит, что, ну, поедешь, то есть не будешь там никакие ни стычки, то есть боевые действия, ничего простого. Ты будешь, там, как они говорили, четвертая линия, третья линия оборонок. Вот. И получилось то, что меня вообще, ну, приехали, нас закинули, то есть и сразу нас и разбомбили. А продовольство кому-то должен был развозить солдатом? Да. Ну, как бы да. Ну, говорили то, что, там, вот эти сухпайки, вот это все. Хорошо. Женщина своей-то обговаривала эти вещи? Нет, я не говорил ее. А почему? Я двадцать шестой, ей позвонил, сказал то, что, ну, не хотел расстраивать. Какая реакция была? Какая, может, реакция? Не знаю. Понятно то, что расстроилась и так далее. Вот. Меня тоже расстроился, но из-за этого. Ну, слушай, а она как-то финансово тебе помочь не хотела? Ну, она мне помогала, но у нее тоже своя, как бы была, вот у нее тоже и ребенок, и этот, кредит машины и так далее. То, что я как мужчина, мне это, да, она мне помогала было во времена, потому что она мне очень хорошо помогала. Спасибо ей за это. Но как-то это уже наградь была, чтобы у нее там просить эти, не знаю, свыше двести тысяч. Но кредиты мне никто. Может, я там ее бы взял, да, и кредит какой-нибудь погасил бы этот и потихоньку бы выплачивал, который, ну, можно было там по две тысячи, да, давай там за месяц. А в микро надо все отдать и с процентами еще. Хорошо, смотри. Вот ты говоришь о продовольствии и так далее. Для тебя это война, вот, между Украиной и Россией? Если я знал, что будут боевые вот именно действия такие, я бы не подписал, но мне не надо. То есть я... Война, она вообще никогда не... Слушай, это август месяц. Да. Масштабное вторжение было в феврале. Ну. 24 февраля. Вот еще немного, через месяц будет год. То есть ты до августа не знал, что здесь война? Почему? Я знал, что здесь война и так далее. Ну, есть, которые, вот, понимают, люди, которые идут именно осознанно, да, то есть они идут о том, что стрелять и так далее и тому подобное, да. То есть... Слушай, тебе 27 лет. Да. Вот раздача продовольства на другой территории, военной форме, это что? Ну, это понятно, то что... Война. И ты зашел добровольно, осознанно, за деньги. Ну. Что делать? Ну, извините, мне не было уже последнего варианта, но знакомые, которые познакомились, мы хотели разорвать этот контракт. Но так мы и полковника не увидели. Всего лишь я прослужил сколько, 12 дней. Остальное время я и шел. Когда ты захотел разорвать контракт? Ну, когда началось вот это все, когда мы приехали, начали вот эти обстрели. Война. Мы с... Его зовут Василий. Вот. Мы с ним подумали, говорили, ну, такое не надо, как пушечное мясо сюда приехали. Вот. И мы хотели, но... Мы подходили к капитану, но капитан нам говорил то, что полковник приедет с ним и разговаривать. Там полковника мы только пару раз видели. Мы построили не один раз, и он приезжал. Все. Теш, просто, ну, объясни мне, как ты себе представлял, я, ну, не знаю, там в России это называют СВО, да? Уже говорят война. Дошли к этому, да? Вот как ты себе представлял себе, ну, то, что происходит в Украине вот перед заходом в Украину? Я даже не знаю. У тебя просто перед глазами деньги были, которые ты должен был заработать, или как? Ну, я серьезно спрашиваю. Да нет, ну, не в том, что прям деньги, ну, сюда воевать я не хотела, то есть... Ну, в смысле? Ну, тебя же никто не притянул. Это понятно, но я же говорю там... Ты телек смотришь? Конечно. Иногда, да, бывает. Соцсетями... Ну, особо я, этот, в СМИ вот это я там не асфорно. Ну, война это когда убивают. Это понятно. Это вообще и дальше, что мы разговариваем. Ты понимаешь это? Такой мысли у меня не было, то, чтобы приехать, кого-то убивать и так далее. Нет, у меня не было. У тебя мысль было позаработать, правильно я понимаю? Да, у меня просто в том, что это, три месяца, вот этот контракт, думаю, как раз я закрою кредит и все, у меня нет. Но, чтобы убивать, я говорю, мы приехали, и когда вставил вот это, как пушится на мясо, нас обстрелили, он мне сразу... Кто обстреливал? Ну, я не знаю, ВСУ, наверное. Прилетало у нас, сколько? Три трехсотых сразу было. Ты что, неплохо делали? А неплохо делали то, что тебя обстреливали? Ну, они, наверное, защищают свою страну, поэтому... Почему, наверное? Ну, защищают страну. Да, защищают. Вот я и в этом ничего не спорил. Но, чтобы, мол, в моей голове приехать сюда специально и воевать, и, точнее, убивать, у меня не было такого. Поэтому вот этот контракт написываю, нам даже не говорили... Леша, а что ты думал здесь делать? Вот как ты себе представлял? Ну, я серьезно это спрашиваю, да? Потому что ты здесь сейчас в плену. Ты знал, что ты идешь за бабос, раз. Ты знал, что ты будешь в форме. Что ты будешь часть вооруженных сил Российской Федерации. Как заход через границу в другую страну, на другую территорию? Как ты себе представлял здесь, что будет? Я просто не понимаю. Есть люди, которые вот стоят просто на блокпостах, да, и зарабатывают деньги. То есть, я не знаю, в моей, еще раз говорю, не было в голове то, что будет тут именно вот это идти... Хорошо, я понял. Я понял ваш вопрос, но я этого не хотел. Чтобы я не знал то, что приедет и кинут, как я не знаю. Хорошо. По-другому я поставлю вопрос. Кто давал тебе право заходить в эту страну? Никто. Ты за что? Да, я понимаю то, что я зашел. В этом я... Я и признаюсь то, что я зашел на эту страну. Но не скорыстно. Смотри. Ты не можешь в жизни состояться как мужчина и как человек. Правильно я понимаю? Ну... Правильно я понимаю это? Но есть трудности, которые в жизни, да, что-то там... Как-то пошло все с одной точки, да, там, бабушка и так далее, и тому потом. То есть, учиться и тому потом. То есть, я даже вот учился и я не мог учиться. Потому что мне надо было ухаживать за бабушкой, да. То есть, я сам работал и сам приехал в Москву. Пожил месяц у брата и сам начал жить. То есть, где-то там, где-то там, где-то там. То есть, отношения с братью двоюродные, да. То есть, привет, пока, как дела и все. Хорошо. Леша, почему ты решил, что можешь решать свои личные проблемы за счет другого народа? И горя другого народа? Ну, не было такого, что за счет кого-то. Я же говорю, что приехать этот... Леша, ты часть вооруженных сил РФ. Ну... Приехал, да. Ты часть вооруженных сил РФ. Ну... считают, что могут решать свои какие-то финансовые жизненные проблемы за счет другой страны и другого народа. Ну, а почему я буду финансовую свою именно... Ты зашел сюда, чтобы... Я ж не у кого их, а ты здесь... Леша, ты зашел решать свои личные проблемы ценой жизни и благосостояния другого народа. В данном случае украинцев. Я понимаю, если я кого-то бы убивал, и так далее, и... Либо там крал мародеры, или как там... Да, это за счет другое. Но... То, что я... Пытался заработать деньги, да, то есть... Как нам сказали, да, вот именно... Продовольствие разводить, и так далее. Я же говорю, я не знал... Леша! Вот именно этот... Продовольствие ты кому должен был разводить? Российским солдатам? Правильно? Российские солдаты стреляют, убивают, грабят и захватывают чужие земли? Ну, я лично этого не видел. Я даже... Леша! Еще раз вопрос. Ты где находился? Под изюмом? Да. Показать тебе по карте, сколько это границ? Показать? Покажите. Хорошо, я тебе покажу, где изюм. Вот смотри, заходил через валуйки, да? Вот граница. Вот изюм. Видишь, какое расстояние до границ? Ты захватил через валуйки. Через валуйки, вот... Вот, смотри, где изюм. Нам даже не говорили, куда мы едем. Ты... Ты под изюмом. Я еще раз уточняю вопрос. Свои проблемы нужно было вот здесь решать. За этой линией. Ты решил их... Это понятно. Я когда приехал, я это понял. Вот что здесь делали солдаты Российской Федерации, которым ты планировал развозить продовольство? Наверное, боевые действия. Или боевые действия. Воевали? Воевали. Воевают, но она никому не нужна. Мне... Я закончу с Украиной. Они воевали с Украиной. Ты имел цель развозить продовольство россиянам, которые воевали с Украиной. Да. Ты часть этих войск. Потому что, если бы не было продовольство, которое ты хотел им развозить, они бы не могли воевать и убивать под изюмом. Не могли бы насиловать это население. Ты братской могилы видел в изюме, какие большие? Нет, в изюме не заезжали. Не видел? Я тебе расскажу. Не заезжали. А Буча и Эрпиня, ты слышал? Нет. Сколько людей гражданских там убили? Тоже братской могилы. Россияне? Нет, я не слышал. Ну вот, я тебе говорю, ты хотел развозить, решать свои проблемы за лентой. Под изюмом. Ну, корыстных у меня целей ничего только не было. Ну, как не было корыстных целей? Понятно то, что... Ну, как корыстных целей? Заработать деньги – это корыстная цель. Ну, просто если я говорю, что в голове у кого-то идти прямо нацельно, убивать и так далее, у меня нет. Ну, а вот я, как украинец, как украинский журналист. Я тебя должен простить и обнять или как? Я просто не понимаю. Я не говорю меня прощать и так далее, но я просто говорю свои позиции, что у меня не было корыстных целей, чтобы кого-то идти убивать и так далее на этом зарплату. Нет, у меня этого не было. То, что продовольствия, но я думал, что на этом, да, как бы получать зарплату, то что сама там где-то на этом работать, но... Это потом, как я заехал... Хорошо, ты не думал. Когда привезли нас, да, я тогда понял, что это не надо, просто надо разорвать контракт и поехать домой. Хорошо, объясни мне, как украинцев, что сделает российская армия? Как это по телевизору, как это проводилось, как это... спецоперация? Меня не интересует телевизор, меня интересует твое мнение. Что ты делаешь за российское войско? Война идет. За что? Я не знаю, за земли, я не знаю, за что Россия воюет с Украиной. Украина, ты понимаешь, почему воюет? Ты понимаешь, почему Украина воюет? Она защищает. В каждой войне есть две страны, да? И каждая за что-то воюет. Объясни мне, как украинцу... Это все, это политика, я... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, постой, Леша. Вот это слово, это политика, да? Вот чуть-чуть меня триггерит уже от россиян, да? Объясни мне, объясни мне, что здесь делают российские войска? За что умрили более 120 тысяч российских солдат? Просто объясни мне. Не знаю, за какой... Как выразиться... За человеческий какой-то дебилизм, если можно так... Дебилы кто? Вот именно это все... Именно я к этому говорю, что в политике... Что там творится, я не знаю. Я туда не... Я в ней не силен. Я тебе покажу, что творится. Когда Днепрова? Ну, это мы увидели по новостям, нам показывали. Что это такое? Это страшно. Это страшно. А это Днепрова? Несколько десятков человек погибли? Нет. За что? Ни за что. Кто стрелял? Этого я не могу знать, кто стрелял. Ага. Как показывали, почему Россия... Я говорю... То есть ты подозреваешь, что это и Украина могла сделать, да? Я не говорю, я этого не сказал. Ну, я тебя спрашиваю. Кто стрелял? Все может быть. Я не знаю, как мы тоже сидели там... Общались и я говорю, что может ракета как-то, не знаю, летела, сбить эту ракету, я не знаю. Я ж не могу знать, что примерно... Как она вообще произошла? Кто стрелял? Кто запускал ракету? Ну, Россия. Это гражданские умерли. За что они умерли? Я говорю, это страшно, когда умирает... Леша, это страшно. Да, Леша, это страшно. У меня это ненормально. Я же говорю, мне не было ни корыстно, ни корыстно в цели найти именно эту твою... А россияне зачем били по-гражданским? Это я тоже не могу, что у других в голове, у людей я не могу сказать. Это твой народ. Ну, я не могу, я не могу отвечать именно за того человека примерно, за его действия, что он сделал. Я не знаю, что у него в голове. Кто-то пойдет, не знаю, убьет кого-то, кто-то пойдет, я не знаю, что ты сделаешь, там украдет и так далее. Россияне воюют здесь большая группировка. Я знаю, что здесь война и так далее, а я же говорю, она никому не нужна. Я не могу узнать, что у них в голове. Она не нужна, но такие как-то сюда идут, чтобы заработать. Ну, сейчас больше эти мобилизованных уже начинаются, как я слышал, то, что началась мобилизация. Хочешь что-то сказать украинцам? Ну, попросить извинения, то, что я зашел. Я когда-то в Москве тоже жил, подрабатывал. Приезжали парни с Донецка, с Луганска, не помню еще откуда. Нормальные люди, то есть общались. У меня не было то, что люди поплохие. У меня отношения нормальные. У меня родной брат, но я его не знаю. Он по отцу по моему. У меня с Донецка. Так вот жизнь у меня сложилась, то, что, на, я не могу кому-то позвонить, обратиться, там, этот, еще что-то. На, двойная, это плохо. Она никому не нужна. Никому. А то, что это все, это все, не знаю, люди пытаются, это все политики, они пытаются на себе там что-то перевернуть, а получается, вам нравятся все другие. Не видны в этом люди и ни за что. Я в этом ничего не говорю. Слушай, передо мной сидит стрелок пехота, да, который зашел в Украину своими ногами, под изюм дошел, и винит, ну, то есть, пришел заработать деньги и винит, как ни в чем не бывало каких-то политиков. Но это странно, Леша. Есть люди про себя с корыстной целью, которые я умею найду, да. Леша, ты пошел с корыстной целью заработать денег. Это корыстная цель. Потому что ты не, ты не смог, ну, как бы, закрывать кредит у себя в стране. Ты пошел с корыстной целью, а это называется корыстная цель. Ну, не воевать, не стрелять и так далее. Я понимаю то, что этот, ну, я же говорю, разорвать контракт, ну, у меня его не получилось. А так, если бы я его разорвал, то я бы, естественно, не находился. А россиянам что-то хочешь сказать? Не надо воевать. Никому не надо. Вот ты говоришь в политике, да? Ты кого-то имеешь в виду? Это политики. Нет, ну, кто там в Госдуме сидит и так далее. А хочешь им что-то сказать? А что им сказать? У них... Что им можно сказать? Не надо вообще этого всего. Мрут. Нормальные люди. Невинные. Что им можно еще сказать? А ты не хочешь им сказать, почему у меня такая жопа в стране, что я не могу ни закрыть кредиты, ни ничего? Не хочешь их спросить? А что я спрашиваю? Я не такой высокий человек, чтобы подняться к ним и спросить мне в глаза, в глаза задать этот вопрос. И, поверьте мне, на него никто не ответит. У вас вообще, ну, как у народа, у вас есть чувство какого-то достоинства? Вообще, в россиян есть чувство достоинства какого-то? Есть, но смысл-то, что я им скажу? Что? Достоинство – это когда можно говорить и что-то изменять. Да, но не когда говорить. У людей есть чувство достоинства, когда они борются за что-то. А вот ты мне говоришь, а ты мне говоришь, Леша, смысл, что я это буду говорить? Никакого достоинства. Никакого. Не в том, что… А смысл в том, что мне на него никто не даст ответа из моего то, что я скажу. На это не нужно смотреть. На это не нужно смотреть. На то, что я скажу. То, что ты боишься – это другой вопрос. Конечно, я не то, что боюсь, смысл, но приеду домой, мне все равно терять уже нечего. В том, что в плане, что я приеду домой, что со мной там будет. Так ты боишься? Чего? А я не знаю чего. Объясни ты мне. Посадят? Я этого не боюсь. А чего ты боишься? Я? В принципе, я же говорю, мне нечего бояться. То, что я в жизни не боялся, я уже потерял. Давным-давно. Бояться мне здесь нечего. И чтобы с користной целью, да, есть такие люди, которые с головой, я вот так пойду, не знаю, убивать и так далее. У меня этого не было, убивать и так далее. А то, что я один человек скажу кому из депутатов и так далее, это ничего не изменит мое слово. Это все, знаете, как пойти вы сходите в туалет и все. Вот и все. А вот тогда, если это говорить объединенно, то, возможно, что-то будет. Так объединитесь? Возможно. Я не знаю, что там в России сейчас творится. Может, там объединяются. Я этого не знаю. Ну, то, что я сейчас скажу, что иду, от этого ничего. А объединяются в России нужно? Против войны, конечно. Она не нужна никому. Еще раз говорю. Она не нужна.